Привет! Надеюсь, кому-то будет интересна эта тема, когда у нас камера возвращается в исходное положение. Для любого, так скажем, управляющего элемента, у которого есть камера, допустим, для персонажа или для машины. Давайте сделаем это на машине. Что нам необходимо? Как видите, тут во всех видосиках, которые я делал по этой тачке, есть какие-то элементы управления, но нам необходимо сам spring arm, который находится у автомобиля, и камера на нем. В данном случае это spring arm. Перейдем event graph. Нам необходим tick. Event tick у меня находится вот здесь. Давайте его пока отсоединим. От основной логики она нам в данном случае пока не нужна. Сейчас мы будем сделать такую штуку, которая будет как раз таки управлять возвратом. Давайте скинем spring arm. Далее из него вытащим. Get relative. Получается rotation. Так, теперь нам необходимо основную часть, это вот если мы выберем spring arm, нам нужно по z, то есть если мы будем крутить, мы же крутим по z части, то есть вот его как раз таки мы и выберем. Для этого мы откроем, сделаем разделение и нам нужна нода это interpolate, да, f interp to. Далее мы на delta time, естественно выбираем delta. get world data second. Interp speed ставим, но в данном случае пока попробуем единицу, если что там уже подкорректируем. Ну и самого spring arm нам нужно set relative rotation выставлять, то есть да, ну и здесь тоже мы делаем split struct pin и подаем z часть. Соединяем стиком. Теперь давайте все уже настроим до конца. Во-первых, нам нужно у spring arm сделать настройки. У меня здесь практически дефолтные настройки, да. Единственное, что pound control rotation на spring arm стоит. Мы его здесь сейчас снимем для того, чтобы вот эта часть могла работать. ну и еще нам необходимое это lag. Enable camera rotation lag. Ставим и rotation lag speed. Ну давайте пока выставим в районе 5. Возможно тоже здесь придется подкорректировать, но это уже для каждого. свои характеристики могут быть. На данном моменте здесь все. Ну и управление камерой, да. Вот поворот мыши в данном случае у меня вот здесь вот так прописано. Так, вверх-вниз я пока вообще отключу, а поворот влево-вправо, да, мы сейчас чуть-чуть изменим. Здесь у нас стоит add control yav input. Мы его отсоединяем в данном случае. и для того, чтобы вообще поворот работал камера, мы делаем add local rotation. То есть мы на spring arm ставим именно поворот. Ну и естественно, access value мы подаем в Z, чтобы она у нас поворачивала. Давайте проверим, как это у нас все будет выглядеть. Так, вот я сейчас повернул камеру, но она так очень медленно едет. Это в данном случае у нас оттуда. Отрабатывает скорость, да, вот этот interp speed. Слишком мелкая. Давайте выставим в районе 10. Попробуем. Так, и у нас камера чуть-чуть дергается. Это возможно у меня на event tick что-то изменено. Да, да. Тик я почему-то на какую-то видимо из этих функций поставил три миллис... три сотых... три десятых точнее даже секунды. Давайте сбросим. Чтоб тик каждый, получается, кадр отрабатывал. И у нас и рывков скорее всего не будет. Да, вот сейчас рывков нету, но слишком быстро. Теперь давайте откорректируем по этому моменту. Из-за того, что здесь у нас каждые три десятых секунды работало, пришлось увеличить скорость. В данном случае давайте сейчас поставим единицу. Возможно, еще меньше придется даже. Ну да, вот я повернул камеру влево и она сама, в принципе, восстанавливается как необходимо. Давайте выставим на 0.5 и уже прям конкретно взглянем. Ну, уже более-менее 0.7. Ну и смотрите, также у нас Camera Rotation Lock Speed. Это у нас когда камера будет совсем отставать. Давайте поставим, попробуем 2 секунды. Может быть, получше будет. Ну, что-то есть какие-то небольшие изменения. Мне на мой глаз, как говорится, не особо видно. И вот такая вот небольшая фича. Надеюсь, будет полезно. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok